Большой акцент на совещании был сделан на организацию сдачи ЕГЭ. По мнению руководителя Федеральной службы по назору в сфере образования, вопрос с мобильными телефонами и шпаргалками на сегодняшний день практически закрыт. И нарушений в этом году значительно меньше, чем в прошлом. А вот Институт общественных наблюдателей необходимо развивать. По примеру, федеральных общественных наблюдателей – это студенты старших курсов, которые должны контролировать процедуру сдачи экзамена. В Сочи в этом году государственная итоговая аттестация проводилась в 13 пунктах приема экзаменов при активном участии федеральных, региональных и муниципальных наблюдателей. Вообще, все новшества, которые применяются в нашем регионе и конкретно в нашем городе, федеральными структурами оцениваются достаточно высоко. Система образования готова к росту количества первоклассников, росту количества школьников. Активно решается проблема дошкольных образовательных учреждений. Строятся новые детские сады, понятные школы строятся. Что касается единого государственного экзамена, то так же, как и в других регионах, в Краснодарском крае, также экзамен прошел объективно, в том числе и в городе Сочи. По оценке экспертов, ЕГЭ в Сочи прошел без серьезных нарушений. По его итогам, получено 16 стобальных результатов и 161 выпускник подтвердил экзаменом получение медали за особые успехи в обучении.